Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, важные события происходят ежедневно. Сегодня такое уже произошло, и в связи с этим мы будем обсуждать ситуацию на финансовых площадках. Опять боковик со знаком вопроса. Это тема сегодняшней программы. Обсуждаем, что происходит на фондовом рынке Отечественной Федерации, ну и на зарубежных в том числе. Сегодня у меня в гостях Павел Подилько, управляющий активами 2М2 Private Bank. Добрый вечер, Паш. Добрый вечер. И Олег Подымников, начальник управления инвестиционных операций АКБ Ланта Банк. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Ну давайте на две минуты абстрагируемся. Как настроение у вас прежде всего? Олег, как настроение у тебя? Ты какой-то хмурый сидишь. Да нет, настроение рабочее, вполне. У тебя вот это вот, все, что происходит сейчас, не бодрит? Рабочая обстановка, как бы рабочие события, все, в принципе, анализируется. Еще мне бы хотелось услышать, все мы это знали, что так будет, мы все это знаем. Мы предсказывали, мы предсказывали, да и так далее. У тебя как настроение? Да хорошее. Я сейчас в дверях столкнулся с легендой, ну случайно столкнулся, не то, что не думать, что я там толкаю легенд каждый день. Господин Герчик у нас проходил здесь, вот, коридором. Я говорю, Саш, как ты думаешь, 1440 пробьем по СНП? Он говорит, ну, легенды обычно так отвечают. Думаю, конечно, я еще тогда-то говорил, да, что только ланги, только ланги, все покупаем. Ой, уж эти легенды. Ну да ладно, ведь не поспоришь с ним, он же вон какой. Ну что ж, тогда, уважаемые слушатели, я смею напомнить вам, что у вас есть возможность позвонить и задать моим гостям сегодняшний вопрос, ну и просто поделиться собственным мнением о ситуации на рынках, поскольку ситуация-то, да, такая, такая нервная, я бы сказал, нервическая. Телефон в студию 495-6510-99, 6, телефон прямого эфира или на сайте Финам.ФМ. Вы можете опубликовать свой вопрос, эти вопросы уже пошли. И это говорит еще раз о том, что нервическое, да, нервическое, конечно, меня самого трясет практически с утра, а уж тем более после того, как, да, ну сейчас об этом поговорим. Значит, прежде всего посмотрим картину маслом. В Москве 18.07, американцы уже торгуются. И что же мы видим сейчас с высоты птичьего полета? Основные индикаторы американского фондового индекса прибавляют пока еще не очень сильно, но тем не менее. Доу Джонс в плюсе на 0,1%, S&P 500 на 0,2%. Значит, наши ребята сегодня только бодрячком держатся, РТС. Ну, практически 1500 он, да, уже сделал, там, чуть-чуть у него не было. Нет, не сделал. Не сделал? Хорошо. Сори, сори. Ну, я так, недоход. Пару пунктиков, это такое дело. Пару пунктов взять надо. Да, да, да. Текущая ситуация в РТС, а, текущий котировок в 1387, чуть-чуть корректируется он, да, полпроцента на текущий момент. И ММВБ, но он слабее выглядит, потому что индекс рублевый, да, рубль сегодня сильно тоже укрепился, практически к 31 фигуре сходил. Поэтому в процентах ММВБ, конечно, выглядит чуть-чуть похлипше, да, 0,04% вот текущая котировка 1470. Но все равно, да, 1480 практически уже тоже сделано. Далее сырьевой рынок смотрим. Бренд сегодня держится выше 115. Золото в очередной раз, перехай сегодня был, да, 1745, по-моему, там, максимум дня, да. Вот, текущая котировка опять чуть ниже, 1738. Ну и ребята с валютного рынка сегодня опять восхитили. Евро-доллар, 1,29л, все, да, осталось там, в принципе, да, кругленькие циферки, совсем ничего, фигурка. Вот, ну, фунт я смотрю там традиционно, потому что люблю его. Вот, он, правда, не всегда мне отвечает взаимностью. 1,61 сделал сегодня кабель, вот, ну и, собственно, так, оптимизм, на рынках оптимизм. Теперь давайте начнем разговор от Кель, этот оптимизм. Ну, даже не так, оптимизм, понятно, он идет еще у нас, да, там, несколько дней назад уже, там, все, все, как в том фильме, я все время вспоминаю, помните, старый фильм. Дело было в Пинькове, нет, 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 живет такой парень по Шукшину, да, 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 когда он, да, герой Куравлева, они приехали к бабушке, бабка Аниссия, по-моему, что я знаю. Ну, великолепные там актеры все, вот, и, значит, она там отвлекаем, отвлекающую манеру такую сделала. А у меня в огороде-то, да, ведро-то какое стоит ведро, так все и прет. Вот примерно то же самое сейчас на финансовых рынках стоит ведро, да, и все прет. А почему оно прет? Давайте об этом поговорим. Ну, и прежде всего, все-таки, надо сказать о том, что сегодня основное событие, ожидаемое событие, да, это Конституционный суд Германии, он сказал, ес, нет, он сказал, я-я на тюрлих. Ну, да, он же немецкий суд, он не мог по-другому сказать. Он сказал, я, да, все утвердилось, правда, оговорочки, ну, если, Паш, прокомментируй, пожалуйста, что там было? Действительно, суд, так сказать, признал участие Германии в ЕСМ законом абсолютно, да, то есть определили максимальную сумму, которой Германия будет участвовать. Вот это уже некая оговорка все же, да, то есть 190 миллиардов, пожалуйте, а если хотите больше, ребята, да, то к нам, пожалуйста, обращайтесь с поклоном, да. Вопрос, нужно ли обращаться, да, то есть 190 миллиардов достаточно. Это вопрос? На мой взгляд, достаточно. Ну, смотри, ЕСМ изначально, когда планировался, да. Нет, это участие Германии только. А, там наливать должны до 500 миллиардов, по-моему, да, 400 сколько там? Ну, нужно, так сказать, убедиться в конкретной цифре. Ну, я продолжил, да, почему у нас оптимизм, опять же, драги с прошлой недели, да, утверждение о том, что готов, так сказать, поддержать тех, кого следует, выделить необходимые средства, да, то есть мы видим движение с четверга вверх, но при этом, да. Не понравилось, извини, тех, кого следует. Помните, да, берегись автомобиля, это нога, кого надо нога. Извини, я тебя перебью, у нас есть звонки уже, это чувствуется, что народ тревожится, да, все, что происходит сейчас. Давайте послушаем звонок нашего слушателя Дмитрия. Дмитрий, сори, Дмитрий, добрый вечер. Слышно меня, да, вы в эфире, задавайте вопрос. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот частный инвестор, я хотел бы узнать, вот по поводу золота, какое вообще движение ожидается, и стоит ли сейчас на этом этапе вкладываться, или, может быть... А вы в позиции по золоту, или вы только подумываете и сейчас? Мы подумываем, подумываем. Ну, надо было раньше подумывать так между нами уже, ну да ладно. Ну, это понятно, но, может быть, еще есть время подумать, поэтому хотелось бы подумать и посоветоваться. Я понял, Дмитрий, спасибо за вопрос, спасибо. Паш, что ты скажешь по поводу золота? По поводу золота, без участия ФРС, да, без объявления программы количественного смягчения, на мой взгляд, золото стоит столько, сколько нужно, да, то есть 1740 долларов для золота, ну, вот прогнозная цена моя. Да, я не люблю говорить, я же говорил. Ну, нормально, это нормально, ты же аналитик, ты должен это говорить. Я не аналитик, я управляющий активами, сделаю поправочку. Обидел, извини, не хотел обидеть тебя. То есть 1740 долларов, да, это нормальная цена, при прочих равных. Все ожидают стимулирования со стороны ФРС, соответственно, это ослабление доллара. То есть продолжение движения, опять же, золота и других сырьевых валют, как защитных инструментов от инфляции, то есть может подстегнуть, то есть объявление следующего этапа количественного смягчения, либо по другим причинам, если доллар у нас ослабляется, будет ослабляться, это возможно понижение рейтинга, возможно, да, то есть мы об этом не так давно. Услышали. Услышали. Ну, недавно, вчера услышали, да, мудисы, вчера написали. Следовало и ожидать, да, то есть пока не будет решен вопрос госдолга, то есть доллар может слабеть. Но это тема все-таки среднесрочная такая, да, вопрос был. Вообще говоря, ну, некуда деваться, да, может быть не сейчас, может быть потом, а программы стимулирования, да, они все равно будут, так или иначе. Вот на текущий момент я бы выждал решение, именно итога, да, уже по факту, что называется, ожидания, вот на ожиданиях мы уже выросли, ну, в смысле золото, да, и другие металлы. Ну, да, и все выросли на ожиданиях. Ну, может быть, кроме России, ну, по большому счету, то есть Россия не выросла. Соответственно, я бы порекомендовал, возможно, пропустить движение, там, 3% вверх, да, чтобы потом перезайти и уже продавать, возможно, да, или ждать золото на уровне 2 тысячи, 2 тысячи 100. То есть это вот такой среднесрок у тебя, да, это цель по золоту? Да, это по золоту, дальше говорить, как говорится, смысла пока нет, но вообще говоря, то есть текущие уровни и возможная программа стимулирования сейчас, на мой взгляд, постигнет котировки всех, и всего сырья, нефть, металлы будут расти. То есть я бы дождался решения. Спасибо, спасибо, Дима. Ну, подытожим ответ на ваш вопрос после новостей. Сейчас слушаем новости, да, и потом. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш разговор о текущих ситуациях на финансовых площадках. В гостях сегодня, напомню, Павел Подилько, управляющий активами М2М «Правитбанк». Добрый вечер. Добрый вечер, Паш. И Олег Поддымников, начальник управления институционных операций АКБ «Ланта Банк». Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, мы прервались. Давайте закончим ответ на вопрос нашего слушателя Дмитрия. Он заинтересовался активом под названием «Золото». Ну, не очень корректно, наверное, да? Я говорил, что он поздно этим заинтересован. Ну, ничего поздного не бывает, в конце концов. Олег, что ты думаешь по этому поводу? Что можно посоветовать Дмитрию в отношении этого инструмента? Ну, соответственно, по нашему мнению, основной драйвер для золота, это, безусловно, падение курса доллара, да? Падение, там, совершенно очевидно, там, на заявлениях центробанков о возможных или планируемых вливаниях средств. Однако тут есть несколько оговорок, да, вот совершенно верно, там, уважаемый ведущий, я говорил, там, о таймфрейме, да, среднесрочная перспектива. Это очень важный момент, да, то есть, пока центробанки, политики разного уровня успешно, как бы, проводят словесные интервенции, иногда реальные интервенции, на этом фоне, как бы, золото прибавило в последнее время. Опять же, заходить сейчас в золото или не заходить, вопрос именно, вот, к таймфрейму, потому что... То есть, о инвестиционном горизонте, да, так если проще, что... Абсолютно верно, да, то есть, это... За какой срок вы вообще планируете? Вот, да, то есть, если говорить о среднесроке, да, то оно, безусловно, там, имеет место быть, текущая цена, может быть, там, вполне комфортно. В то же время, не стоит путать инвестиции и трейдинг. Это два кардинально разных понятия. Инвестировать на основе новостей, как бы, сообщений центробанков и ждать мгновенной прибыли, да, может быть, чревато, как бы, существенными просадками. В то же время, краткосрочные инвестиции, там, краткосрочные, вернее, там, трейды какие-то, да, могут вполне быть проведены, там, совершенно в любой обстановке, там, есть новости, нет новости. Вот, соответственно, как бы, возвращаясь к вопросу, если есть возможность среднесрочно, долгосрочно вкладываться, то, да, текущая цена комфортна. Если вопрос быстрой прибыли, то здесь, соответственно, подключаются немножко другие механизмы, в частности, там, необходим жесткий мани-менеджмент, стопы, диверсификация, как бы, в целом, наверное, вот так. Спасибо, спасибо, Олег, да, и подытоживая, собственно, немножко добавлю. Паша, у нас еще Наталья с вопросом висит буквально вот на линии, ну, сам понимаешь, Наталья же невозможно отказывать. Я, тем не менее, подытожу, мы можем к этому потом вернуться. Собственно, оба моих уважаемых коллеги советую, да, золото в коэффициентационном инструменте, Дмитрий, это ответ для вас, да, либо А, средний срок по текущим покупаете, либо Б, все-таки более комфортно дождаться, дождаться некой коррекции и войти опять. Ну, и опять традиционно мы говорим, да, динамика основная связана с курсом доллара, завтра важный день, мы об этом еще много сегодня скажем, завтра заседание Федрезерва, точнее, сегодня оно начнется, завтра будет выступать Бернанке, объявят, не объявят программу, от этого будет динамика долларовая во многом зависеть на всех площадках, и золото тоже будет на это реагировать. Так что, в любом случае, до завтра надо обождать, как бы сильно не хотелось сейчас срочно это сделать. Ну что ж, есть у нас дама по имени Наталья, давайте ее послушаем, невозможно даме отсказать. Наталья, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. У меня вот вопрос к Олегу Подымникову. Олег, вот читай вашу аналитику, да, и у меня вот такой вопрос, каковы ваши прогнозы по паре рубль-доллар? Спасибо, Наташа. Олег, у тебя есть поклонницы? Спасибо за вопрос. Пара рубль-доллар. Текущий, если говорить, именно краткосрочный трейд сейчас обсудим, да, текущая поддержка 31,5, сегодня пробивали, не видел последних котировок. Ну, кололи, отбились эти, 31,20. Да, соответственно, так мы и прогнозировали примерно, очень сильный уровень поддержки, соответственно, для того, чтобы он был пробит, нужно, чтобы цена на нефть закрепилась выше 116 по бренду и там держалась на этом уровне или была выше, да, соответственно, если этого там не произойдет, либо каких-то реально новостей в стиле там, а то капитал из России увеличился, да, там не произойдет, то вероятность отскока намного больше, чем падение, да. А дальше уже нужно смотреть, опять же, по поведению цены на нефть и, соответственно, пара евро-доллар тоже один из самых важных факторов для рубля. Ну, вот ответ на вопрос прозвучал, ну, на самом деле, да, Наташа, надо смотреть, безусловно, на конъюнктуру зарубежных, сейчас укрепление рубля связано, да, и с высокой ценой на нефть, и с некими аппетитными криско-увеличивающимися, потому что доллар сливают везде, естественно, сливают его и против рубля, поэтому он и растет. Вот, это нормально. Извини, Паша, я тебя перевел, ты что-то по золоту хотел сюда добавить? Вообще, можно играть не просто, не только золото, а включить туда платину, если уж необходима диверсификация, можно справиться между двумя этими инструментами, вообще говоря. То есть, на мой взгляд, платина существенно недооценена, и здесь можно сыграть то же самое золото только через платину. Ну, то есть, золото выросло, а платина еще не достигла, да, там, той же динамики? А платина еще не выросла. А в этом, извини, пожалуйста, в этой связи, по-моему, была тема, кто-то, может быть, даже ты, да, в прошлый раз говорил, что есть вот такая же тема в золото-серебре, да, то есть... Нет, нет, золото-серебро, серебро нет. Ну, то есть, не твоя история, не твоя. А, моя история в золото-серебро, это индикатор аппетита криско. Но никак не справлюсь. Я понял. Так, ну, ладно, давайте дальше, значит, дальше, дальше, дальше. Да, дальше что? Мы обсудили, ну, я думаю, этого достаточно, поговорили о ситуации, связанной с еврозоной сегодняшнего, принятие решения, ждали мы его, рынки отреагировали с оптимизмом. Давайте два слова скажем буквально о том, что завтра нас ждет, да, что день грядущий нам готовит, как классики писали. Значит, завтра, еще раз повторю, заканчивается двудневное заседание Комитета по ставкам Федеральной системы, ну, ожидания вокруг ставки, да, они, как бы, понятны всем, ничего там меняться, скорее всего, не будет. А все мы ждем, что скажет господин Бен Бернанке, намекнет ли он на третий этап количественных смягчений. Ну, давайте вот это обсудим, Паш, у тебя, по крайней мере, какие ожидания? Я бы даже не сказал, что, то есть, от Бернанки рынок ждет завтра, да, конкретного решения, что все, будет. Да. Вот столько-то тогда-то будет. Если он этого... То есть, именно конкретного решения со всеми циферками, если он опять, вот как он любит, да? Да, если это словесная интервенция, я это называю, да, то это... Это разочарование. Это разочарование, то есть, рынок сможет после, как говорится, такой интервенции еще простоять какое-то время наверху, возможно, но, скорее всего... Но дальше не двинется. Да, дальше не двинется. То есть, для того, чтобы он уверенно продолжил восходящий тренд, да, Бернанки должен сказать конкретнику завтра, да? Да, да. Но, с другой стороны, я не жду завтра. Не ждешь вот объявления такого решения о Куе-3, там, или как-то по-другому назвать. А чем основана твоя вот эта решения? Ожидания основаны на том, что, как Бернанки заявлял, да, то есть, следующий раунд количественного смягчения возможен в случае ухудшения в экономике. Этого не происходит. Ухудшения не происходит? Ухудшения не происходит. Если будет принята такая программа завтра, то это, ну, чистой воды политическое решение какое-то. Вот и все. То есть, реально... Не, но опять, в преддверии выборов нужно им вот такое политическое решение? Возможно, оно нужно, но не сейчас. Да, а ближе уже туда. К ноябрю? Да. Олег, твое мнение? Ну, на самом деле, совершенно верно, да, как бы тут вмешивается существенный фактор политический, да. Соответственно, на Бернанке, как бы, на Бернанке, как бы, будет оказывать там несколько факторов, в частности, последние данные по безработице, который, общее безработице чуть-чуть улучшилось. То есть, однако, очень важный индикатор рынка труда, как... Пейросы. Да, Пейросы, совершенно верно, в несельхоз секторе, они вышли хуже, хуже ожиданий, хуже прежних значений. Ну, да, соответственно, 95 был вместо 150, по-моему, что ли, да? Да, 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 и понизили, соответственно, еще предыдущие значения, да, 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 166 до 144, по-моему, что-то. Да, да, совершенно верно, поэтому, как бы, ситуация с безработице своей двойственная, и как, соответственно, ФРС ее интерпретирует, остается там, в принципе, загадкой. И в то же время, грядущие выборы, как совершенно верно заметили, они накладывают там существенный отпечаток. Возможно, глава ФРС там не решится объявлять какие-то столь важные решения для экономики США, как новое количество смягчения, ожидая, что, например, там, президент сменится, да. Долг, всем известно, да, что уровень долга растет. Вот, 16 триллионов, соответственно, текущий, чуть-чуть с небольшим, лимит госдолга 16,4 триллиона. Вот-вот он там, Мудис, в частности, ожидает, что он к концу года достигнет этого лимита, да, как бы, в таких ситуациях увеличивать денежные выливания, наверное, там будет довольно, там, проблематично, как бы, обосновать это. Вот, поэтому... Извини, пожалуйста, я перебью, посмотрите, у нас еще тема какая? Политическая. И вот, где-то я сегодня читал, один из кандидатов в президенты, ну... Ромни, по-моему. Да, вот это вот, ну, достаточно все-таки непопулярные, наверное, меры, да, количество смягчений, это что такое? Это попытка, да, печатным станком что-то там завести. Причем я сегодня, вот я, да, пока Олег разговаривал, я вспомнил. Забыл, к сожалению, я цитату там на столе у себя. Я сегодня вычитал цитату Эйнштейна. Он писал так, что безумие это... И дальше я могу соврать сейчас, но мне понравилась мысль. Безумие это попытка делать одно и то же, надеясь на разный результат. Вот так, говорил Эйнштейн, ну, смотрите, да, насколько это ввяжется. Была Куи-1, была Куи-2, да, сейчас сделаем Куи-3 и опять будем надеяться, что это что-то получится. Ну, вот это вот действительно, это на грани безумия уже все. И говоря о политических рисках, мы, на самом деле, вот на это и выходим, да, что сейчас Бернанке должен подставиться. Подставиться. Абсолютно у него ситуация вообще, да, вот он на грани где-то балансирует. Ну, ладно, мы сейчас давайте прервемся, послушаем новость, а потом продолжим. Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. На Финам-ФМ программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем разговор о ситуации, ситуации, ситуациях на финансовых рынках. В гостях, напомню, Павел Подилько, управляющий активами М2М «Правитбанк», и Олег Подымников, начальник управления институционных операций АКБ «Ланта Банк». Добрый вечер, добрый вечер. Так, ну и, наверное, на всякий случай, хотя я думаю, что наши уважаемые слушатели очень внимательны, и этот телефон уже давно у них в подкорке, в подсознании практически. Но, тем не менее, я напоминаю, вы можете позвонить по телефону. Выглядит он следующим образом. Такой красенький, красенький, да. Телефон красенький. У меня родственница покупила машину. Я говорю, ну какую машину-то? Ну, традиционный ответ девушке. Красную. Нормально. Ну, так вот, телефон в студию. 495-код 6510-99,6. И сайт компании финам.фм. Звоните, пишите. Ну что ж, продолжаем разговор о нелегкой ситуации. Мы пожалеем сейчас, наверное, его, о нелегкой жизни господина Бена Бернанке. Потому что, да, что не событие, то, опять-таки, ставит его... Я вспоминал, значит, ну, недавнее вот это выступление в Конгресс-холле, да, помните, там, собрание у них тоже. И я вспоминал это где-то дня два назад. Я читал ленту новостей до Джонса, и там выдержки вот эти... И одна из фраз его так перевели ее так. Обращаясь к Уолл-стрит, как можно обращаться? Ну, видимо, да, какие-то оппоненты были. Он говорит так, не давите на меня. Ну, понятно, что ребята с Уолл-стрит хотят. Давай уже, заводи, заводи шарманку свою. Ну, нам надо пробиваться сейчас, да? Как Саша Герчик сказал. Выше 1440 по Сипи, да, до Джонс. Надо все покупать. Ну, что ты, никак не можешь нам дать возможность. Ну, так вот, значит, под давлением господина Бернанке. Ожидания включат, не включат. Собственно, будут давлять и над нами с вами, уважаемые коллеги. Вплоть до завтрашнего вечера. 22.15 начнется пресс-конференция. Еще раз напомню, желательно бы, конечно, для спекулянтов, по крайней мере, рекомендации, да, прикрыть, прикрыть все, что вы успели наоткрывать. Потому что подобные вещи заканчиваются разводом, как говорят. Даже сегодняшняя, кстати, реакция. В моменте я наблюдал евро-доллар, да, ну и там валютный рынок. Сегодняшняя ситуация, да, началось у них в 12 по Москве, по-моему, да, это суд. Да, и вот начались там движения. Сначала евро-доллар упал на 50 пунктов, потом, значит, отыграл, вырос, знаете, 29 проколол там. Все. И главное, ну, для неискушенного ума, да, народ молодой приходит, спекулянт, они же, вау, полетело, раз сразу, встал в позицию. Оп, и вынесло. До свидос. Так что торопиться не надо, конечно. Такие случаи лучше вне рынка находиться. Так, хорошо, давайте вернемся тогда уже непосредственно на наши любимые, ну, потому что отечественные финансовые площадки. А что же творится на нашей бирже МВБ РТС, какие прогнозы, какие события, ну, и, может быть, еще разок там поговорим, да, о ситуации на рынке валютном. Что ты ждешь, Паш? Индексов и от основного набора голубых фишек, как минимум. Как в прошлый эфир, да, то есть я ту же самую цифру называл, ММВБ 1503 пункта, это... Ну, я тебе, ты педант, я тебе говорю, я тебе сказал, вот уже сделал сегодня тысячи. Нет, 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 все должно быть сделано так. Прямо вот три пункта, чтобы тебе нарисовало. Да, 1503 пункта, то есть преодолеем, будет существенный рост рынка, выход из консолидации, сложившийся за последние, там, полтора месяца, ну, месяца, ладно, полтора месяца. Если же мы этого не делаем, да, ну, и в целом я смотрю следующим образом, то следующие две недели, независимо, там, от завтрашнего. Да, от завтрашнего, то есть две недели у нас есть порасти, при этом рублевый рынок ММВБ не так сильно порастет, у меня пока, говорят, тысячи пятьсот три пункта, да, все будет зависеть от этого. И, соответственно, долларовые цены, на мой взгляд, могут вырасти существеннее. Ну, тут опять же, все накладывается на завтрашнее объявление, да, то есть я вообще в целом вижу, ну, от рублевого рынка менее волатильные торги, то есть потенциал, ну, пока, по крайней мере, полтора-два процента, в долларовых ценах движение может быть существеннее. Даже завтра до объявления, там, ну, до итога. Да, обычно мы видим, да, что вот оно движется, вот оно, время приближается, да, стрелочка идет, и он начинает уже, да, заживелилось, это нормально. Я понял. Олег, твое мнение, ближайшие перспективы, что мы на рынке увидим? Ну, на самом деле, вполне вероятен рост, дальнейший еще, если говорить в терминах индекс РТС, это примерно, там, 1550, наверное, верхний горизонт. Кстати, там есть, да, там верхняя граница восходящего канала, я сейчас вот буквально сидел, рисал. Я каналы не рисую, но извини, я считаю рынок. Я тебе хочу сказать, это увлекательное занятие. Я бы сейчас про уровень коррекции Фибаначи бы сказал, да, но не хочется уже в эфире. Субъективный. Олег, извини. Вот, соответственно, там довольно сильное сопротивление долгосрочное находится, я думаю, что трудно будет его пробить, и какая-то коррекция там неизбежна. Сразу, по крайней мере, да? Да, 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 то есть, это вот, что касается, там, перспективы, наверное, там, двух недель. Касательно того, что субъективно, несубъективно являются, там, поддержки, сопротивления, ну, скажем так, тут фактор того, следить за этим или не следить, он там один, да. Конечно, чем больше людей его используют, тем действием он работает. Не, не, подожди, это ты сейчас вот, да, Паша начал тут провоцировать нас, мы сейчас на защиту технического анализа встали практически с Олегом. Не надо, не надо, он не пользуется, ну и ладно, а мы пользуемся. Нет, ну, на самом деле, тут, как бы, наверное, не стоит даже разделять, тут нужно использовать и фундаментал, и теханализ. Зачем себя ограничивать, я тебе хочу сказать. Если мы говорим о краткосрочной перспективе, две недели, какой фундаментал? Это чистая вода и спекуляция, это чистая вода и технический анализ, все верно. Мы здесь не должны приплюсовывать фундаментальные анализы. Значит, верхняя граница канала, там, двухсотдневная, по-моему, скользящая средняя лежит как раз на этом, что ты говоришь? Да, 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 все верно. Продолжай, Олег. Вот, соответственно, если говорить об отдельных каких-то инструментах, да, ну... Извини, пожалуйста, вот, кстати, об отдельных инструментах, да, у нас же есть вопросы. Подождите, вот, кстати, кстати, по поводу отдельных инструментов. Наш слушатель по имени Андрей пишет. Добрый день, что ваши гости скажут, внимание, по Сберу, по обычке до конца недели, вот чистой воды спекуляции, да, причем все не среда, до конца недели хочет Андрей узнать, что будет со Сбером, забавно. И Ростелеком обычка тоже до конца недели. Давай, Олег, с себя начнем. Ну, Сбербанк, наверное, наряду с Лукойлом единственный, кто вырос вообще в этом году, да, все остальные там фишки, в принципе, в минусе. И, однако, в то же время, там, если говорить о спекуляциях в краткосрочных трейдах, Сбербанк не в очень хорошей сейчас ситуации, какие-то, возможно, дальнейшие выносы вверх, но они, опять же-таки, ограничены. Будут постоянно подкидывать некие информационные поводы в стиле, там, а вдруг будет приватизация, вот-вот начнется, да, но в то же время нужно осознавать, что там на более среднесрочном таймфрейме не очень хорошая картина у Сбербанка. Ну, то есть, вот сейчас, да, мы за эфиром цифру 96 там называли, не пройдет он ее. Паш, давай ты. Ну, мы должны помнить, что завтра у нас будет принято решение, будет ли продажа пакета, да, Сбербанка, или не будет. На рынке, да, 96 сильный уровень от него. Ну, на мой взгляд, и, скорее всего, в Сбербанке очень много шортов, да, то есть, потому что upside невелик, downside намного больше, да, и действительно, бумага стоит высоко по году, да, по сравнению, там, с остальным рынком. Ну, еще раз, да, то есть, положительное какое-то решение, да, то есть, все, ну, вынесет просто Сбербанке 96 и будет 104 и выше стоит. Ну, так подожди, вот Андрей спрашивает, ну, до конца недели, зашортить можешь по-текущему, и все, и не париться? Ой. Нет? Или лучше... Я для себя избрал тактику следующую, до объявления решения конкретного, спекулировать. Ну, я понял. Нет. Ну, давайте так, я с тобой согласен, на самом деле, Андрей, вот рекомендация такая, давай все-таки завтрашний день тоже ты пропусти, это я слушателю нашему, да, я прощаюсь, пропусти, из торговли его изыми, вот, а в пятницу спокойно проснешься утречком, да, уже Бен Мирнанке отговорит, уже, в принципе, да, основные тенденции наметятся, наши парни тоже к 10 утра подойдут, и, значит, в паровоз в этот прыгнешь, куда он пойдет, будет видно уже. Ростелеком там прозвучало. Да, и давай по Ростелекому. Да, то есть, обращу внимание на то, как торгуется сейчас Ростелеком привилегированный, да, там есть ожидания возможной конвертации и так далее, но в Ростелекоме обычной Ростелеком привилегированной акции есть стандартный спред, 30%, ну, чуть ниже. Когда этот спред расширяется, вот сейчас он, опять же, расширяется за счет привилегированных акций, обыкновенные акции догонят, да, соответственно, я полагаю, что обыкновенная акция Ростелеком, так или иначе, даже, возможно, до конца недели, да, то есть, будет сокращен этот спред за счет обучки. Потому что в Ростелекоме привилегированных акциях есть покупка, да, то есть, Ростелеком обычка подтянется, в моменте она подтянется. Подожди, еще раз, обычка за Префом идет, да? Сейчас, вот сегодня у нас привилегированные акции Ростелеком существенно выросли, а обычка стоит более-менее на месте, да, то есть, вот, расширение этого спреда, оно будет сокращение этого спреда. Ну, будет сужаться, да. Будет сужение спреда, я думаю, за счет обыкновенной акции, и, в принципе, Ростелеком обыкновенный, да, там, до конца этой недели, там, может показать 130. Ну, то есть, вот, да, торговая рекомендация на этой идее, сужение спреда, да, позволяет, значит... Это в моменте сейчас. В моменте, в моменте, конечно. Да, ну, вообще говоря, я считаю... Длинная позиция в обычке, вот, как раз, на идее сужения спреда. Да, это краткосрочно, а вообще, если долгосрочно Ростелеком я бы покупал, я бы вообще не переживал. И держал бы, да? И держал бы, получал бы дивиденды, снова их инвестировал, получал бы дивиденды и так далее. Ну, тут здесь... У меня девочка одна пришла на занятия, я говорю, что пришла? Ну, обычно я так провоцирую, зачем пришли, а кто-то там, я узнать новое что-то хочу, забыть старое. Я говорю, забудьте, это все мотивации очень несерьезные. Да, люди, которые что-то добиваются, они приходят реально... Зачем? Я хочу заработать денег, научи меня, как деньги зарабатывать. И одна девушка, она прям одуванчиком сидела, я говорю, ты зачем пришла? Она говорит, я пришла, чтобы вы мне сказали, какую акцию купить, чтобы потом я ее купила, она выросла, а я не работала. Ну, из ее уст это прозвучало, знаешь, настолько занятно, ну, примерно то же самое. Олег, извини, значит, у тебя какие-то рекомендации по Ростелеком? Ну, Ростелеком, да, скорее, там, соглашусь. Ближайшие дни, наверное, да, там еще возможен какой-то позитив на общем ожидании рынка, да. Это дальнейшее уже лучше все-таки соотносить с решением там ФРС, вот. В принципе, фикс телеком, там, ну, с какой-то даже долей там мобильных операторов, ну, не есть идея роста, да, долгосрочная, потому что более, наверное, есть какие-то взрывные темы. Вот, ну, в целом, как бы, наверное, все-таки стоит дождаться каких-то вот ближайших событий, да, и потом уже делать... Ну, понятно. То есть, опять мы приходим к тому, что завтра, да, до завтра не торгуем. У нас есть звонок, Владимир задает вопрос. Поскольку времени немного, давайте мы успеем его послушать, наверное, а ответим уже после паузы, после новостей. Итак, Владимир, добрый вечер, вы в Вихире говорите. Алло, добрый вечер, да. Хочу спросить, как-то завернуто хотел спросить, по-дам, передумал. Спросить, почему так боятся в еврозоне, ну, в Америке, не знаю, там тоже, да, вообще инфляция. Почему, если, возможно, уже мир и финансовый мир уже перешел в другую, как можно сказать, парадигму, уже печатают деньги со всех сторон. Заваливают, заваливают деньги. Ну, вроде как уже от нее, там, почему так они прямо, и Драги, и Бернанки, и все, инфляция, все, для них просто катастрофа. Я понял. Спасибо за вопрос, мы поняли этот вопрос. Ну, Паш, давай начнем, 25 секунд есть еще. Ну, вообще, в чем беда инфляции? Дело ни в Европе, да, ни в Америке, нигде. В чем беда инфляции? В том, что мы имеем номинальный какой-то рост, и все, и ничего, конкретно никаких улучшений. Ну, это... То есть, инфляция, она съедает, она съедает. Да, если говорить о потребительской инфляции, то, что вы в магазине видите. Пришел 100 рублей, да, вчера мог купить булку, колбасы, а теперь только батончик белого хлеба. Ну, давайте прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Ну, что ж, уважаемые слушатели, это правда, на Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, последнее, собственно, включение, последние 12 минут. Если есть желание, желание, я уверен, есть, надо звонить. Телефон в студию 6510-99,6. Сайт компании финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Ну, и прежде чем мы продолжим разговор, Андрей Алаверды, ну, практически благодарность. Андрей, спасибо. Вот как раз стою по Ростелекому до 130 по обычке. Собственно, длинная позиция у него, да, вот так, что Паша говорил. И по Сберу, спасибо, говорит Андрей, выйду, как пройдем выше 94 с полтиной, дальше пока непонятно. Ну, и все, вот таким образом. То есть, мы слушаем, да, сухой остаток и зарабатываем деньги. Собственно, об этом и шла речь. Ну, вернемся к вопросу нашего слушателя, который звонил до новостей. Его зовут Владимир, и он, значит, интересуется инфляцией, да, в чем беда ее для мировой экономики, для конкретной экономики. Паш, давай начнем. В чем беда, почему все боятся инфляции? Ну, видишь, как. А? Почему все боятся? Нет, инфляции бояться не стоит, да, потому что инфляция, это у нас, как говорится, сопровождает развитие. Ну, то есть, инфляция это нормально, да, показатель? Инфляция это нормально, просто когда мы себя ограничиваем каким-то, вот у нас есть политическое решение, инфляция не больше, там, 2% или 3%, вот мы сказали, сделали, да, мы должны выдерживать эту инфляцию. Если мы это не делаем, значит, мы не отвечаем, что называется, за свои слова. Ну, с другой стороны, целевые уровни инфляции, все-таки, это не совсем политическая такая история. Ну, конечно же, нет. Не случайно же, да, развитых экономик, действительно, целевые уровни, ну, верхний предел, по крайней мере, экономический, как правило, 2-3%, и это позволяет, да, при относительно небольшой инфляции соблюдать экономический рост и в то же время не подвергать кошельки своих сограждан, да, и, так сказать, не провоцировать их на социальные какие-то потрясения. А вот когда, пардон, да, инфляция, там, забирается куда-то за уровень, там, 10-15-20%, вот тогда начинаются всякие неприятности. Поэтому, все-таки, история с инфляцией. Олег, что ты по поводу инфляции можешь сказать? Ну, наверное, соглашусь с уважаемыми коллегами, потому что, как бы, инфляция в выше допустимого темпа, наверное, там, однозначно вынимает деньги из нашего кармана, вот, при, там, гиперинфляции, да, это, там, вызывает существенное недовольство, там, граждан, да, и, там, воздействует на политику, наверное, государства. В то же время, там, есть, там, вещи, наверное, все-таки страшнее, как бы, чем инфляция, например, стокфляция, да, там, когда растут цены, в то же время, как бы, соответственно, падает уровень жизни очень сильно, вот, поэтому, наверное, центробанки просто пытаются соблюсти некий баланс, чтобы вливание средств, как бы, не сильно, ну, привели к росту совершенно, соответственно, цен, пытаются как-то сохранить какой-то более приемлемый, комфортный уровень, вот, ну, как-то так. Спасибо. Ну, другими словами, да, действительно, и наш слушатель заметил это верно, да, инфляция, это один из важных моментов любого, даже вот сейчас, вспоминая опять Бернанке, он в своих выступлениях, он говорил так, на первом месяце у нас рынок труда, на втором, это, соответственно, ценовая стабильность. Я помню свое время, уже начался кризис в еврозоне, уже Грецию, да, вовсю, там, перетирали, а тогдашний глава ЕЦБ повышал ставку, потому что, он говорит, он увидел инфляцию, там, в Германии, во Франции за три месяца, да, индекс потребительских цен, там, что-то зашкаливал у него выше двух, двух с половиной процентов, и он даже наплевал на то, что, ну, как, Греция уже, так сказать, подходит к пропасти, а он деньги делает дороже, да, где логика-то? Он сказал так, для нас на первом месте ценовая стабильность, вот мы сейчас ставку рефинансировать поднимем и сдержим инфляцию, во как, ну, и к чему это привело, ну, и, может, не только это. Кстати, я хочу заметить, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, Америка под воду уже, ну, в хорошем смысле слова, Долл Джонс в отрицательную территорию перебрался уже, да, уже начинает корректировать, ну, они сегодня с ГЭПчиком открылись, и тот, и другой, я так понимаю, они пытаются все это дело загладить сейчас. Нефть ниже 115 опустилась, золото, как я говорю, корректируется, евро-доллар ниже 1,29, 28,80, собственно, небольшую коррекцию мы с вами наблюдаем. Ну что, продолжим, значит, собственно, собственно, значит, мы с вами озвучили некие краткосрочные прогнозы, связанные прежде всего с завтрашним событием, ну, дай бог, переживем мы их, хотя, переживем в любом случае, конечно, конечно, как бы, что бы ни случилось, переживем. Рынок немножко, конечно, туда-сюда побегает, потом одумается, выберет некое направление, наверное. Какое следующее важное событие, на которое будем ориентироваться? Выборы или что-то есть раньше, Паша? Нет, на мой взгляд, вот, именно завтрашнее заседание, да, оно и будет определять динамику, вообще говоря, на следующий кварт. То есть до конца года? Да, до конца года. То есть выборы в данном случае не указано? Выборы, выборы, ну, вот, так сложилось, что в этом году после всех выборов рынки корректируются, неважно, где они были. Ага. А, а хорошо, давай так, по-другому, Олег, я поставлю вопрос. Зависит ли будущая динамика рынков у того, кого выберут в Штаты? Как ты думаешь? Ну, безусловно, да, как бы классическое понимание, что, соответственно, при демократах больше растет рынок, при республиканцах меньше растет рынок, потому что больше там, соответственно, какое внимание большим корпорациям и меньше там простым гражданам. Но, как бы, в данном случае, в 2008 году очень сильно Крилль спутал карты, да, и, как бы, превзошли некий дисбаланс, которые до сих пор влияют на макро-ситуацию, и неизвестно, какое сейчас соотношение, какая партия будет более благоприятна для рынков. Вот, из других событий, безусловно, стоит отметить, до сих пор мы не знаем отчета тройки по Греции. Вот, это мы к событиям ближайшим, да? Да, 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 совершенно однозначно. Мы не знаем, как поведет себя, соответственно, Испания, потому что они должны обратиться официально за помощью. Вот, а, кстати, сегодня не слышали, по-моему, была такая сегодня история, что Испания обратилась официально за помощью, нет? Нет, нет, не слышали. С утра мне, по-моему, показалось, ну, видимо, показалось, ладно. Ну, как бы, возможно, какие-то спекуляции, либо очередная информация из неназванных источников, да, 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 это все несерьезно. Вот, продолжает, там, как бы, Италия оставаться под вопросом, Китай, соответственно, все больше становится таким тормозом. Тормозом, тормозом, однозначно. Не обидится до нас Китай, да? Потому что внутреннее потребление 30% всего, да, в Европе и США, там, одни из главных потребителей, поэтому, как бы, для них настают довольно-таки тяжелые времена. Вот, соответственно, грубо... Это, кстати, Олег, да, по поводу длинных позиций в австралийском долларе. Вот, сегодня мне тут один гура мне рассказал, что он откупил по 0,4. Китай замедляется так, на всякий случай. Ага, продолжай. Вот, соответственно, еще, на самом деле, может быть, там, довольно много сюрпризов до Нового года, вот, поэтому, всегда стоит соотносить, как бы, размер позиций с тем основанием, на котором вы ее открываете, следить за money management однозначно. Как бы, не стоит делать ставку на глобальный кризис или глобальный рост, имея, там, очень короткий стоп, да, или, там, грубо, пытаясь, там, заработать за день, там, миллионы. Внутри дня, да, торгуете, да, и говорите, что, вот, да, Европу ждет рецессии. На этом зарабатывают, да, у вас должен быть, как минимум, там, средний, долгосрочный горизонт. Однозначно. Конечно. Согласен. Так, ну, времени тоже не так много. Давайте еще поговорим о сырьевых инструментах, да, о сырье. Вообще, что ждет нас, ну, возьмем традиционно, опять, нефть марки Brent, вот, что ждет ее, ну, и в спектре этого, что ждут основные сырьевые инструменты, какое будущее, Паша? Ну, вот, по-моему, ожиданиям 114 и 117, вот, Brent, то, что сделал, он держится, да, то есть, после этого, как говорится, если у нас ничего не происходит, остается так, как есть, я думаю, Brent будет стоить дешевле, ну, без вернанки, да, и так далее. Ну, сейчас вот он высоко стоит, он, в основном, с чем это связано-то? Ну, опять же, это инфляционные, ну, опять же, те же самые ожидания, да, ослабление доллара и так далее. Я бы обратил внимание на спред, опять же, спред Brent Lite. Да. Сейчас он 20 долларов, а вообще говоря, нормальный спред, да, исторически был 3 доллара когда-то. Более того, да, мы, люди пожилые с тобой, ну, на рынке, по крайней мере, мы еще вспомним, что Lite был дороже, чем Brent, да? Ну, кризис-то уж всегда, по крайней мере. Да. Совершенно верно. Вот, соответственно, по нефти можно страховаться, мне кажется, через спред, опять же, продавая Brent, покупая Lite. То есть, спред, ну, он необоснован, на мой взгляд. Я понял. Ну, нет, очевидный, да, 20 долларов. Да, это через черт. Вот, соответственно, опять же, да, то есть, если у нас резкое падение, опять же, доллара, да, то есть, мы по всему сырьевому рынку, да, по всему фронту будем наблюдать продолжение роста. И вообще говоря, то есть, в случае положительного решения, опять же, да, там, сейчас, ну, опять же, это чревато ослаблением позиции доллара. На мой взгляд, металлы могут обновить хаи, вообще говоря, текущего года. То есть, сейчас мы уже отыграли там потери сначала, ну, с конца прошлого года, да, даже в Плёсе торгуемся, и ничто не мешает сырьевым рынкам продолжать оказывать максимум. Ну, вообще говоря, без каких-либо изменений существенных, да, то есть, ну, вот, 114-117 Брат сделал, соответственно, дальше ему 105, рост на 130 возможен, но это, опять же, кризисное явление. Ну, в общем, мы, как белка в колесе. Ну, да. Кстати, извини, я продолжу твою мысль. Вот мы отвечали одному из наших слушателей на вопрос по поводу инфляции. Вот, кстати, абсолютно прямая связь тоже здесь наблюдается, да, если начнут наливать рынок деньгами дешевеющими, да, вот она, собственно, эта инфляция будет как раз отражаться в том, что все, да, все начнут искать замену. Замену деньги дешевеют, потому что их становится много, денежная масса растет. Что приобретать на них, да, приобретают что-то реальное, вот в качестве реальности, да, хотя, конечно, реальность я в кавычку здесь поставлю. Вот, никто не покупает, да, нефть бочками, баррелями и себя в гараж там или на балкон не расставляет. Покупают контракты на них, они, в принципе, тоже там в большей степени воздух, но, тем не менее, это нечто реальное. Вот она нефть, вот они металлы, вот оно золото как раз, да, как защита такая вот историческая от этой самой инфляции. Олег, что ты скажешь по поводу сырья и нефти? Сырье, ну, безусловно, да, как уже назвали фактор основной, это увеличивание ликвидности, да, глобальное. Вот, стоит обратить просто внимание, что российский рынок, на мой взгляд, там, вот эта корреляция, которую извечно там, как бы, вменяли в вину, да, российскому рынку, что это некая производная отцена на нефть, да, сейчас немножко происходит некое расхождение. Потому что, де-факто, там, нефть, хоть немножко, там, проценты на три с половиной выросли с начала года. Российский рынок, де-факто, там, стоит на месте, да. Согласен, согласен. Та же самая, там, корреляция, да, которая всегда была между нефтью и рублем, она тоже немножко сейчас как-то расходит. Подвинулась, подвинулась, да, согласен. Вот, стоит обращать внимание, если, особенно, торгуют вот спреды такие, да. Олег, извини, я тебя перебью. Значит, небольшой анонс. Программа антиваучеров, утопии или восстановления справедливости. На это-то другие вопросы Юрия Пранько. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире отвечает член Высшего Совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев. Не пропустите, пожалуйста, послушайте, как он ответит. А мы, дорогие друзья, будем закругляться. Собственно, я благодарю моих гостей Павел Подилько, Олег Поддымников. Уважаемые слушатели, еще раз напоминаю, завтра важный день, ну и в преддверии этого дня традиционно успехов на рынке. Всего хорошего. Доброго. До свидания.